Добрый день, меня зовут Сергей Пименов, я руководитель проекта Букварио. Сегодня я хочу вам рассказать о наших новых приложениях. Новое приложение, вернее одно, это приложение Baby DJ. Работает оно, как всегда, на айфоне и айпаде. И предназначено для развлечения и обучения диск-жокеев от одного года. Значит, приложение устроено следующим образом. В нем есть несколько песенок, разбитых на разные составляющие части. Соответственно, отдельно барабаны, отдельно бас, отдельно вот такие звуки. Разные смешные хай-хэ. Супер-мега страшный техно-луп. И, соответственно, ребенок может, используя эти лупы, создавать собственные варианты песенок. Например, так. Как я уже и говорил, песенок несколько. В первой версии Baby DJ две песенки идут бесплатно. И три песенки продаются по 99 центов. У меня они уже все куплены, поэтому можно включать любую. Мелодии мы сделали самые разные. Музыка в приложении оригинальная. Ее создавал наш композитор Роман Иванович Галушкин, известный в клубном мире как Агент Смит. Из любой композиции, из любого набора, вернее, можно сделать огромное количество вариантов. Наверное, даже неограниченное. Музыка в приложении. Вот так вот можно играть. Как я уже и говорил, приложение предназначено для детей от одного года, поэтому оно очень простое. Минимальное управление. Тестировал его мой сынишка Александр. Еще его тестировал Тимур Шерифуллин, сынишка Шерифулина. А что это за красная кнопка? Это красная кнопка. Это запись. То есть можно записать то, что ребенок сыграл. Также есть еще, сейчас я покажу, есть еще управление громкостью каждого лупа отдельно. Это можно делать вот так. Соответственно, в процессе ребенок еще немножко подразовет мелкую моторику. Музыка. 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 Записанные песенки потом можно отправить на e-mail. Вот. И хранить здесь на память. В будущих версиях обязательно сделаем установку песенок на рингтоны. Вот, в принципе, все о Baby DJ. А, да, в ближайшее время выйдет версия 1.1 с поддержкой AirPlay. И можно будет отправлять на устройство с поддержкой AirPlay. Сейчас это одно из основных устройств. Это Apple TV. С такой штукой. У кого есть, те порадуются. Также сегодня в App Store вышло обновление нашего хедлайн-продукта под названием «Букварио». Букварио преобразилось, не побоюсь этого слова. Появилась новая система меню. И, что самое важное, появилась возможность теперь загружать наборы карточек. Если раньше мы были ограничены только одним животным на одну картинку, то теперь наборы карточек можно загружать разные. В новой версии 1.4 у нас два набора идут бесплатно. Это уже известный набор животных и набор из новогоднего «Букварио» «Шуточный зима». Они у нас идут бесплатно. И третий набор, пока только один за 0.99, это английский язык. Его можно купить дополнительно. Также продолжает присутствовать наша игрушка, в которую малыши могут играть. Пугай! Отгадывая и запоминая животных. У меня не получается. И в ближайшее время мы сделаем немножко развития этой игровой истории. Это будет отдельное приложение, в котором будет усложнен игровой процесс, добавленный трофей, гейм-центр и прочее, прочее, прочее. Так что «Букварио» тоже обновилось. И это тоже есть хорошо. Напоследок хочу показать приложение, которое к образовательному нашему проекту не имеет отношения. Но я думаю, что многим будет интересно. Это второй наш проект. Социальная радиосистема «Фродио», которая тоже обзавелась собственным приложением. Приложение еще недоступно в App Store. Отправлено на ревью. В ближайшее время, надеемся, оно там будет. Приложение содержит в себе список радиостанций в данный момент. Это 37 радиостанций. И можно их все слышать вот в таком вот модном интерфейсе. Вот таким вот простым образом, переключаясь со станции на станцию. Владимир Фунглок хочет играть. Так вот, в общем, это работает. Потоки идут с сайта frodio.com Мы будем развивать приложение. Сейчас здесь доступен не весь функционал. Ну вот, например, можно лайкать треки. И это отражается на сайте. Можно отправлять в Twitter, в Facebook и ВКонтакте. Вот таким вот образом понравившиеся вам треки. Да и просто, мне кажется, для радиоприемника выглядит очень даже хорошо. В данный момент ретранслируется, как я сказал, 37 станций. К моменту выхода приложения, я думаю, их будет 40. Музыка на все вкусы. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать сегодня. Приобретайте Baby DJ, Bukwario и Frodio. И будет вам, друзья, счастье. Всем пока. До свидания.